В Чистопольском районе осталось только 8 участников Великой Отечественной войны. Тружеников тыла более 200. Сегодня на трибуне вместе с ними дети войны. Приглашенных гостей и всех жителей города приветствуют руководство республики и муниципального района. За дровами с маленькими салазками на берег Хамы через Затон переходили для отопления школы над себе дрова возили. Анвар Ахметов всегда принимает участие в праздновании Победы. Он часто вспоминает свое военное детство. Когда началась вторая мировая, он учился в школе. На фронте погиб отец, мама осталась с детьми, их было 8. Анвар рано начал работать, каждый раз воспоминания будоражит душу, говорит он. Особенно о том дне 9 мая 1945 года, когда объявили Победу. Где вы были 9 мая? Точно такой день был с крыши. Слезаю наверху через улицу. Парень у меня мог махмута вращать. О, сосед, война кончилась. Вот я чуть не скатился с крыши. То есть вы помните, о чем? Помню, 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 да. Торжественная церемония проходит на центральной площади города. Парад открывают кадеты, юнормейцы, победители Олимпиад, призеры республиканских и муниципальных конкурсов, школьный отряд по поддержке волонтеров ЛИС. Среди участников парада добровольческое движение «Чистополь фронту». В его рядах идут бойцы специальной военной операции, их семьи, ветераны боевых действий и добровольцы, которые оказывают помощь военнослужащим. Мы своих не бросаем. У нас нет иного выбора. Мы вместе с бойцами российской армии, вместе с Россией. Победа будет за нами. В автомобильном шествии «Чистополь фронт» демонстрируют советскую боевую технику и ретроавтомобили. Уже у Вечного огня все участники парада возлагают венки и цветы к Вечному огню, а также к стелам с именами земляков, погибших на фронте. Пройтись вместе со всеми по Аллее Героев – многолетняя традиция. Далее шествие направляется к Скорятинскому саду. До самого вечера там будут проходить праздничные программы. Далее шествие направляется к Скорятинскому саду.